Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Лариса Леонидова, и сегодня мы снова с вами встречаемся в программе «Психолог и я». В нашей жизни есть темы, о которых достаточно трудно думать. О них бывает болезненно говорить, и даже порой самоупоминание таких тем отзывается неприятными спазмами внутри. И одной из таких тем является тема одиночества. Когда говорят об одиночестве, то о нем говорят, как о некой стихии, о чем-то таком, чем практически невозможно человеку своей жизнью управлять. Говорят, одиночество настигло меня, одиночество поглотило меня целиком, одиночество везде, оно сильнее меня. И в этом есть очень много правды, потому что одиночество, оно никогда не приходит в одиночестве. Ну такая грустная игра слов. Одиночество всегда приводит с собой целую свиту очень трудных, очень болезненных чувств и переживаний. Здесь и грусть, здесь и тоска, здесь и разочарование, здесь и какая-то, возможно, обида или обиды. И все это сопряжено с трудными мыслями. Зачем мне все это? Почему все это именно со мной? Ощущением такой беспомощности и невозможности это преодолеть. Иногда это состояние длится настолько долго, что возникает ощущение, что с этим просто не справиться. Это судьба. Иногда говорят «рог». Иногда можно даже услышать такую фразу от людей, от женщин, от мужчин, которые долго пытаются найти какие-то близкие отношения. Ну, на мне как будто какая-то печать. Или иногда просто звучат такие устрашающие прогнозы. Кто-то проклял меня на мне, такой венец безбрачия. И это происходит именно потому, что это очень сильное, очень трудное, очень болезненное состояние. И к одиночеству могут привести действительно реальные жизненные обстоятельства. Ну, например, юноша или девушка заканчивает школу и уезжает жить в другой город, жить и учиться. Смена места жительства, смена ритма, рядом нет родителей, рядом нет друзей, еще и возросшая ответственность, возросшая нагрузка. Будет ли одиноко? Конечно, будет. И пройдет какое-то количество времени, пока снова появятся теплые связи, теплые отношения. Но достаточно долгий период жизни вот это чувство может быть переживаемо. Другая история. Женщина, например, выходит замуж за военного и уезжает в какой-нибудь там задальний военный гарнизон. Круг общения очень ограничен. Скорее всего, у нее не будет возможности заниматься любимым делом своей профессии. И муж еще все время на службе. Будет ли я одинока? Да, конечно, будет. И с другой стороны, к одиночеству, кроме вот таких реальных жизненных обстоятельств, очень часто приводят и такие особенности нашей души. Такие иногда их называют внутренними причинами. И эти причины не менее сильны, и они не менее значительны. И человек, у которого может быть со стороны других или на взгляд других, даже нет каких-то объективных оснований переживать состояние одиночества, на самом деле может очень сильно внутри страдать от этого. И если говорить об причинах такой внутренней одиночества, то, наверное, одно из самых главных становится такая заниженная самооценка. Есть ощущение, что я недостоин для того, чтобы общаться с другими. Со мной что-то не так. Есть такая привычка все время видеть в себе недостатки, за что-то себя казнить, ругать, осуждать. Формируется такая убежденность, что я слишком нехорош, чтобы общаться с другими. И от этого состояния порождается такая вторая причина, которая только усиливает одиночество. Это такая социальная изоляция. А если по-простому, то нежелание даже общаться с другими. И это происходит потому, что мне внутри тревожно. И возникает страх, что другой человек может это заметить, обидеть меня, осудить. Здесь очень высок страх насмешки, страх критики. И чтобы это не переживать, появляется такая маска серой мышки. Я словно становлюсь незаметной. Есть такой замечательный фильм «Чего хотят женщины». И когда главный герой, которого исполняет Маул Гибсон, вдруг получил дар слышать мысли женщин, он услышал мысли секретарши, которая работала в его офисе, которую он до этого просто не замечал. Девушка размышляла, интересно, если я сейчас просто шагну из окна, хоть кто-нибудь это заметит. То есть это вот такое одиночество среди других. И прямой противоположностью, переживанием, состоянием может встать такая другая защитная маска, когда появляется такой образ снежной королевы. И внешне это может выглядеть как такая отстраненность, некая высокомерность, некое даже демонстративное пренебрежение другими, как будто бы мне никто не нужен. Но на самом деле внутри человека живет такое глубоко, одинокое и очень часто несчастное состояние. И с этим очень трудно быть. И все эти истории выражаются в том, что человек внешне становится такой, знаете, коммуникативно неуклюжий. А если говорить просто, то такие люди очень трудно общаются. Вот это количество высоких внутренних переживаний вызывает очень сильное напряжение. Это напряжение начинает сказываться практически во всем. В том, как ты говоришь, как ты формируешь свои мысли, в том, какое у тебя выражение лица, как ты чувствуешь себя, как ты чувствуешь других. И это такое поведение, которое словно тебя опутывает, как паутина. Ты становишься неловкий, неуклюжий. Это чувствуется, это ощущается другими, ощущается часто самим человеком. И все это словно увеличивает круг изоляции вокруг него. И одиночество становится больше, больше, больше и больше. При этом хочется сказать, что поскольку это связано с внутренними причинами, внутренними переживаниями, к счастью, эта история изменяема. И такой, знаете, один из, наверное, советов или рецептов, он с одной стороны абсолютно банально очевиден, с другой стороны он очень-очень помогающий. Чтобы преодолевать одиночество, нужно учиться общаться, общаться с другими людьми, общаться с миром. Это очень важная часть нашей жизни. И сегодня мы с вами только начали разговор об этой непростой, но очень важной теме. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, задавайте их по адресу электронной почты, которую вы видите на своем экране. Спасибо. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин